К празднику Светлого Христового Воскресения Храм Святой Мученицы Татьяны украсила пасхальная инсталляция, единственная в своем роде не только в Одессе, но и в Украине. Пасхальное яйцо высотой в 2 и диаметром в полтора метра содержит 308 деревянных крашенок, выполненных в технике петриковской росписи. Символично, что и сам Храм Святой Мученицы Татьяны имеет архитектурную форму пасхального яйца, символа жизни. Подробнее об уникальной инсталляции в материале наших корреспондентов. Когда город активно готовился к празднованию Пасхи, шли приготовления к празднику и в студенческом храме Святой Мученицы Татьяны. К Светлому Христову Воскресению у стен храма была установлена пасхальная инсталляция, выполненная в виде большого пасхального яйца. Инициатор создания праздничной композиции, почетный гражданин города Одесса и Одесской области Сергей Кивалов рассказывает о символизме объекта. Ежегодно на протяжении более 10 лет мы выставляем вот эту инсталляцию. Она символизирует жизнь. И вот вы, если обратите внимание, вот это яйцо, которое мастерами сделано, а вот это яйцо сделано нашими студентами и детьми. Вот Машка Серафима приводила несколько лет назад, и мы смотрели, чуть-чуть изменили инсталляцию этого. Вот здесь настоящее искусство, настоящее творчество, которое всячески поддерживается и детьми, и молодежью, и гражданами Одессы. Она украшает наш город, украшает эту улицу академическую, фонтан. Но я думаю, что это наш реальный вклад в духовное развитие нашего города, города-героя Одессы. Я очень рад, что митрополит одесский измаильский Агафангел осветил эту инсталляцию. Он оценил именно это. И настоятель храма Евгений тоже очень бережно относится именно к этому. Эта традиция всегда поддерживается, и каждый год эти яички маленькие, они обновляются. Необходимо сказать, что каждый год привносятся какие-то новые мотивы, более современные, либо наоборот, более такие древние. Потому что студенты, конечно же, привносят в себе, каждый студент приносит в себе какой-то новый элемент. Но, тем не менее, эта инсталляция, она всегда радует и прихожан храма, и тех людей, которые проезжают по фонтанской дороге. Все видят, что Пасха Господня наступает, и храм Божий ждет верующих на пасхальные праздники. Удивительная художественная композиция в пасхальные дни, украшающая вход в храм Святой Мученицы Татьяны на 4-й станции Большого Фонтана, единственная в своем роде. Прихожане интересуются инсталляцией и даже проводят рядом с ней фотосессии. Очень красивая, мне нравится. Такой великий праздник, инсталляция каждый год, но это вот особенно в этом году очень красиво. Замечательная, каждый год, прекрасная инсталляция у этого храма, просто радость для глаз, пасхальное настроение. Пасхальные крашенки и писанки – неизменный атрибут празднования Светлого Христового Воскресения. Как куличи и пасхи, они у каждой хозяйки свои, особенные. Яйца красят, наносят на них узоры, облекают в специальную пленку с картинами, иллюстрирующими христианские сюжеты. Они становятся арт-объектами и произведениями искусства. Крашенки только признаю луковую шелуху. Это прекрасно. Во-первых, это здорово, никакой химии нет. Я думаю, что моим близким всем рекомендовала. И говорю, только так, по-другому никак. Честно говоря, наверное, как и все обычные люди, покупаю краску, готовую в магазинах, пеку куличи. Ну, стандартно. Я народными средствами. В основном шелухой и делаю перламутром. Ну, вот так вот где-то. Моя дочка красивее делает. Ну, это зависит от людей, как они, от их, ну, наверное, какой-то вот внутренней силы, что ли. Крашенки обычно, как наши мамы красили, то есть натуральными средствами, луком, разные узоры с помощью, там, петрушки, чтобы красивый был, не просто белый. Ну, и остальное по старым традициям стараемся все красить и делать. Ну, способ очень простой. Это, наверное, все так делают. Сейчас продаются такие футлярчики на яйца, которые в горячей воде можно одевать. Красиво, гигиенично. Не пробовали красить в шелухе или в обычной краске? Пробовали, пробовали. Пробовали в прошлые годы и в краске, и в шелухе. Ну, вот нам больше всего понравилось в этих футлярчиках. Символично, что и сам храм святой мученицы Татьяны имеет уникальную архитектурную форму пасхального яйца, символа общей радости и новой жизни.